Улетали мы на Чёрное море с аэропорта Внуково. Максим не мог стоять на месте от радости. Это была его первая большая поездка. И это к Чёрному морю. Перед отлётом он не спал всю ночь. Наверное, боялся, что мы улетим без него. Ну вот, наконец-то и регистрация на рейс. Летели мы на самолёте Победа. Ну вот и первый взлёт. Страшно и интересно. А вот и показалась Генеджикская бухта. С высоты город выглядит очень красиво. Ну а море было просто потрясающего цвета. Непонятно, почему оно называется Чёрное. Рzek βfahrку. Ну вот, мейд종, на пасатку. Кстати, место на Черном море выбрала я. Когда-то много лет назад мы приезжали в небольшой курортный поселочек Дивноморское с палатками. Ну и мне хотелось посмотреть, а как он выглядит сейчас. Погода была замечательная. После холодной и дождливой Москвы это просто казалось райным. Ну вот наконец-то и Дивноморское. Мы разместились в отеле Кипаис. Бассейн был замечательный. Вода прохладная, но чистая. По вечерам мы много времени проводили около этого бассейна. Миша, Андрей и Аня облюбовали один ресторанчик, который им очень понравился. И все время туда ходили в жизнь. И вечером у них еще одно было развлечение. Такая, как для меня, как страшилка. Я никогда бы не была. По утрам кто хотел, ел завтрак. Не всем это нравилось, но завтрак есть завтрак. Я ела мед. Был очень вкусный, кстати, краснодарский мед. Дивноморский. Но, конечно же, мы приехали не просто поесть, а покупаться в Черном море. Вот он, он, Дивноморский пляж. Очень много народу было в июле. Как говорится, яблоку негде упасть. Но всем хотелось солнца и моря. Первый день нашего приезда был небольшой шторм. И всем это очень понравилось. Дедушка с внуком развлекаются. А эти чипсы облюбовал Максим. Он только их и ел. Наверное, вкусные, не знаю. Я не пробовала. Он говорит, что вкусные. Купил себе кепку и очки. Иногда был дождик. И по вечерам было прохладно. Но в основном погода была замечательная. Как я уже сказала, я приезжала в Дивноморское много лет назад. И было, конечно, очень интересно посмотреть, как же изменился этот поселочек. Вот эта набережная еще 15 лет назад выглядела совершенно по-другому. Вот так. Это мы с Беном приезжали в 2004 году. Это июнь 2004 года. Как видите, большая разница. Ну, а вот в это кафе мы приходили 20 лет назад. И в 2004 году очень часто приходили сюда из Соснового Бора, где мы стояли с палатками. И называлось это кафе, мы называли его Обезьянник, потому что там была решетка. Но сейчас этой решетки нет. Хозяин сказал, что он ее разрушил. Вот это 15 лет назад. А вот здесь 19 лет назад. Хозяин даже не знал, что это кафе называлось Обезьянник в простонародье. А вот эта ярмарка была просто когда-то крытым рынком, где продавали свежие овощи и фрукты. И выглядела эта ярмарка, этот рынок совершенно по-другому. Вот этот снимок сделан 15 лет назад в Дивноморске на крытом рынке. А вот этого совсем не было, когда я приезжала много лет назад. Церковь, может быть, и была, но не такая красивая. И подъезд к ней не был таким потрясающим. Для меня еще была одна причина приехать сюда. Это бухта Голубая Бездна, которая находится между Дивноморским и Джанхотом. Мне кажется, это самое красивое место здесь на побережье. Она находится между Джанхотом и Дивноморским. И раньше было очень легко пройти туда. По морю, по берегу моря, или же по берегу. Мимо кладбища старого была очень хорошая дорога. Но сейчас богатые настроили какие-то там водолазные станции, все перегородили, и входа по берегу нету. Только по шоссе. Но я решилась идти. И, к счастью, я встретила двух попутчиков. Иру и Мишу, которые тоже пытались пройти к морю Голубой Бездне. И мы пошли вместе. Это мои замечательные попутчики. Дорога от шоссе пролегала между двумя заборами. Один отделял нас от виноградника, ну, а другой отделял нас от тех водолазов, которые перегородили дорогу от Дивноморска. Ну, а это забор, который отделяет даже кладбище старое, к которому нельзя пройти так просто. Вот оно, кладбище, это старое. Ну, и вот дорога к Пицунской сосне, к тем самым местам, куда мы и стремились попасть. А это какие-то старые заброшенные ларёчки, которых не было раньше. Вот оно, Пицунская сосна. Воздух здесь просто замечательный. Необычный воздух. Люди с палатками стоят здесь. А это такой небольшой умывальничек они сделали себе. Мы когда-то тоже такие делали, умывальники. Ну, а вид, конечно, просто замечательный, просто великолепный. Вот такие указатели сделали люди, чтобы не заблудиться. Это в Дивноморск указатель. Там был, я показывала, к морю. А вот такие указатели, которые тропинку обозначают, чтобы туристы не заблудились. Спасибо тем людям, кто это сделал. Нам они, кстати, очень помогли. Мне, Мише и Ире. На второй день, когда я пошла одна уже по этой же дороге, я решила подняться на поляну, на которой мы стояли с Ирой в палатках. Подъём был непростой, потому что прошёл дождик, и земля была сырая и скользкая. Но меня это не остановило. Я очень хотела побывать там, где когда-то 19 лет назад мы стояли с палатками. Хотела увидеть снова это замечательное место. Ну и вот, вот она поляна. И точно так же стоят туристы с палатками, только палаток было очень много. Я спросила разрешения снять эти места, сфотографировать. Они разрешили мне. А вот здесь вот я когда-то качалась на качелях. Много лет назад. А вот здесь вот были наши палатки. Вот там моя маленькая зелёная палаточка. Вот как раз на этом месте стояла моя зелёная палаточка. А сейчас чья-то другая. Один раз мы приехали сюда 1 января. Решили встретить новое тысячелетие в поезде и приехать 1 января. Это было 1 января 2001 год. Вот эта фотография сделана здесь, на этом же самом месте. И та же самая сосна. Голубая бездна, джатр-хот. Ну что ж, мы пойдём в голубую бездну. Кто-то набирает воду для питья или для умывания. Так же делали и мы. А вот это новая лестница. Первый раз я по ней буду спускаться к морю. Лестница не очень крутая. Сделали очень хорошо. Молодцы. Замечательная лестница. Это Ира и Миша спускаются по ней. Я уже спустилась. И жду их внизу. Ну а мы поднимались и спускались вот здесь. Вот по этому крутому склону. Было очень интересно спускаться и опасно. И была вот там такая маленькая лесенка в одном месте. Это был как экстрим. Вот я по ней спускаюсь по этой лесенке. Ну вот оно и море наконец-то. Я рукой поглажу море. На щенках похож прибой. Жаль, что мы с тобою в слое. Был бы рядом ты со мной. Собралась я, было плакать. Но шепнула мне волна, Что слеза всего лишь капля. Капля в море не видна. Капля в море, капля в море, А на море корабли. Капля в горе, капля в горе, В море солнца и любви. Капля в море, капля в море, А на море корабли. Капля в горе, капля в горе, В море солнца и любви. Если есть начало ссоры Значит, будет и конец И случится очень скоро Встреча наших двух сердец Были волны, словно горы Станут тихими потом И когда мы нашли ссору Капли в море назовём Капли в море, капли в море А на море корабли Капли в море, капли в море В море солнца и любви Капли в море, капли в море А на море корабли Капли в море, капли в море В море солнца и любви Капали в море, капали в море, А на море корабли, Капали горе, капали горе, Море солнца и любви. Капали в море, капали в море, А на море корабли, Капали горе, капали горе, Море солнца и любви. Капали горе, капали горе, Море солнца и любви. Ну и снова памятные места. Сейчас это называется кемпинг. А раньше была просто палаточная стоянка. Раньше мы стояли здесь бесплатно, а сейчас собирают деньги за то, что ты стоишь с палаткой на этом месте. А вот здесь, это тоже очень знаменательное место. На этом же самом месте я сидела 19 лет назад. А здесь стояла снова моя палатка когда-то. Вы, наверное, уже устали от моего. Я стояла, я сидела. Но для меня это всё память. А вот отсюда можно увидеть Новороссийск, Геленджик. Вот там вот Новороссийск вдалеке. Геленджик и бухточка, откуда выходит кораблик, Девноморская. А это наша бездна. Редактор субтитров А.Семкин. Ну что ж, до свидания, голубая бездна. Надолго ли? Не знаю. Поживём, увидим. Вот и день отъезда. Было грустно. Понравилось, что не понравилось? Уезжайте. Что понравилось, что не понравилось? Всё, чего? Всё понравилось. Андрюш, что понравилось? Ань, что понравилось? Саша, что понравилось? Погоди, палец на неё нет. Погоди, палец на неё нет. Вот. Чего не понравилось? Вот. А вот и темноморское мы увидели напоследок. Снова до свидания. Надеюсь, что встретимся. Всё было здорово. Всё было замечательно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok